Жизнь в селе непростая штука. Ранний подъем, тяжелая работа с самого утра и почти полное отсутствие развлечений вечером. Надеюсь эти лайфхаки будут полезны или хотя бы тебя развеселят. Хоть работа и не волк, а огороды сами себя не перекопают. Все мы привыкли копать примерно одинаково, но этот процесс, как говорят городские, можно немного оптимизировать. Во-первых, никогда не копай в шлепках. Взяв любые башмаки с твердой подошвой, ты существенно снизишь нагрузку на ноги. Но больше всего страдает спина. От тяжелой лопаты не только мышцы устают, но и травмоопасность существенно растет. Сделай упор лопаты в локоть перед тем, как ее поднимать, и ты почувствуешь, насколько стало легче. Благодаря образовавшемуся рычагу, ты сможешь копать даже одной рукой, если, конечно, каши с утра покушал. А попробуй поднять лопату одной рукой, без упора в локоть. А если после работы на полях, ты часто оставляешь инструмент на месте, то тебе знакома проблема его поиска. Найти однотонные инструменты в траве бывает очень непросто. Блин, а где лопата? Я не знаю, где лопата. Где лопата? Я не знаю. Чтобы в дальнейшем это исправить, сделай кончик рукоятки ярким. С помощью краски, изоленты или чего угодно яркого, что есть под рукой. Теперь твои грабли всегда будут виднеться из травы. Но скоро наступит зима, а значит, нужно подготовить инструменты к хранению. Еще мой дед научил меня такому методу. Очищаем наждачкой ржавчину, а затем наносим небольшой слой машинного масла. Можно также скоммунизить у соседа немного песка, чтобы хранить инструменты в нем. И так и так они будут надежно защищены от коррозии и смогут пережить зиму. Но не всю же жизнь работать. Нужно и передохнуть где-то. Местной службой доставки мы заказали несколько поддонов, которые в городе предприятия отдают просто так. Затем один из них распилили на две части и вертикально скрепили их между собой, чтобы вышло подобие лавочки. Одну из оставшихся частей мы крепим в качестве спинки, предварительно выбрав угол, под которым нам будет удобнее сидеть. Теперь с помощью досочек сбоку закрепляем спинку под нужным нам углом. Быстренько шлифуем все это для безопасности. И покрываем эмалью. Цвет мы выбрали белый, чтобы было максимально модно, как в лаунж зонах этих ваших городских. Вот тебе кстати лайфхак, как забить гвоздь одной рукой, если вторая занята. После покраски выглядит наш диван уже неплохо, да и сидеть на нем в целом-то удобно, но немного твердовато. Теперь нам понадобится пара мешков и немного сухого ароматного сена. Думаю все уже догадались, что набив ровный слой сена в мешки и сшив их в один большой, мы получим подушку для нашего дивана. Теперь у нас есть настоящая лаунж зона, куда уже не стыдно и корешей позвать, и девочку пригласить. Да и самому по вечерам отдохнуть я бы не против. Кстати, это яблоко, тоже плод лайфхаков. Найди какую-нибудь ровную длинную палку и любую пластиковую бутылку. От бутылки нужно отрезать верхнюю часть, а затем вырезать ее подобным образом. Теперь загибаем внутрь каждый лепесточек. Наконец палки прикручиваем в крышечку от бутылки, а на нее уже нашу самоделку. Мы сделали снималку для яблок и других фруктов, которая ничуть не хуже буржуйской супермаркетов. А удовольствия принесет даже больше. А если ты собирал ягоды по просьбе бабушки и испачкал руки въедливым ягодным соком, его просто так не отмыть. Даже мыло не поможет. Найди на огороде стебель помидора или картошки и наломай парочку с собой. Теперь ты можешь легко отмыть любые ягодные загрязнения с рук экологически чистым веществом. Умывальник мы, кстати, тоже сделали сами. Не покупать же его. Все, что понадобилось, это ненужная канистра на 10 литров и любой краник с гайкой и парочкой прокладок. Но не все же в этой жизни делать руками. Иногда немного науке тоже не помешает. Например, я тут высчитал, как проверить почву на кислотность. Нам понадобится немного листьев черной смородины и, естественно, образцы земли с огорода. Листочки нужно залить кипятком на 3-5 минут. После чего добавить внутрь по щепотке земли с разных участков. Если жидкость принимает зелено-синие оттенки, то проба почвы имеет повышенную кислотность. А если ближе к красно-коричневым, то наоборот излишне щелочная. Теперь ты точно знаешь, что будет лучше расти на твоем участке. Если ролик тебе понравился, не забудь поставить лайк. 50 тысяч лайков и весной мы сделаем еще больше лайфхаков для села.